господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскрес номер 168 события дня карфагенский собор 90 правила болящие 27 мая 2016 года юрий соболев мир вам игнатий тихоныч отец геннадий 4 по 6 минуту ролика разъяснил лаконичный просто вечный в кавычках вопрос перевода в библии на церковно-славянском и синодальный русский геннадий фас переводит она на примере о вакуумах вот он разбирает ну скинули мне бы и ну скинули посмотрела считал еще тут нового для меня нету я это считал выступление это слышал и уже не раз но раз он скинул тем более человек мне очень дорогой и близкий я заново полностью прослушал ролик этот выбрал время ну и ответ даю слышал это и читал не раз интересуюсь тем с чем же выходят люди с этих занятий умно красочно сознанием но нужно ли это мне и где пригодится кому рассказать про 15 толкований одного места которое вообще мне не потребуется нигде даже одну артиллерийское училище до войны три года занятия кажется но вот война приперло под самое не могу два месяца и уже долг от врага и того меньше подбирали а остальное у лафета с дымящимися гильзами я учился в строительном технике на базе 10 классов два страны года и чего только не натолкали как теперь в семинарии а на деле мне потребовалось только то чему я учился всего лишь один час виктор у нас учится в алтайской семинарии что за предметы чтобы растянуть это на три или четыре года то задают про артефакты древности горно-алтайского народа то что знали быть может только тамошние и тогдашние шаманы и книжки есть по этому предмету а для чего это вот и ответ ответь хитер змей летающий ползающий а если будешь священником в ту вея то там уже иные были окаменелости и твои знания шорсткие аэродские во веки веком никому не нужны никому где ленточки на кустах вешают и тут же целая вечность распахнутыми вратами и крошечная наша жизнешка и столько же нужно сделать столько рассказать о вечной любви божией о страшном и правосудном боге богов вспоминая рассказ про профессора филологии он ходил унылый по палубе и не знал кому бы сказать о великих своих знаниях и о запятых и спросил моряка тянущего канаты распускающего паруса знаешь ли ты правописание слов уж замуж не втерпешь нет не знаю буркнул в ответ пристыженный за его невежество неразвитость моряк эх ты ты потерял половину жизни своей попали в шторм пробегающий мимо тот же матрос крикнул за борт нужно прыгать чтобы воронка не затянула вниз умеешь ли плавать и нет не умею ах вот как тогда ты потерял всю жизнь свою книга пророка вакуума которая разбирается здесь первая молитва вакуума пророка для пения второй стих господи услышал я слух твой и убоялся господи соверши дело твое среди лет среди лет яви его во гневе вспомни о милости вот этот стих как раз там разбирается я теперь на него делаю упор толкование этого места во первых никогда и нигде не говорю на перевод синодали что он неверен а то начинает перевод не так неверный но и проще это никогда и нигде в высшей превосходнейшей степени верен и потому так вот перейдем 1 ров рассматривать указано место пророка вакуума только в этом переводе все на дальнем не считая ни одного из 15 толкования это место святой библии с первого чтения понимал так то есть какой святой отец как понимает сих 2 господи соверши дело твое среди лет среди лет его во гневе вспомни о милости интересное место 3 глава пророка вакуума откройте посмотрите первые две главы говорят даже не неправильно писал говорят о великом преступлении страны и и гибели от руки господа через нашествие на племенных ничего в этих главах невозможно убавить или упросить бога чтобы не случилось это катастрофа с народом и со страной принять отмеренное богом вполне заслуженное бог ничего уже не не будет делать и это 3 глава идет в том же духе вся глава недоумение вызывает только второй стих этой 3 главы господи вот я опять его читаю и напоминаю кто еще не читал не знает ну или забыл вникните в него вот здесь тормозните и дальше не смотрите как я буду рассуждать толкование на этот стих я никогда не читал но когда прочитал у меня мысли сразу возникли о чем речь идет и мое толкование не вписывается ни в одно из 15 толкований но она приближена к сегодняшним дням я на нем не настаиваю а там сказал епифания найди где епифания сказал златоуса 12 томов я насчитывал знаю там ефрема сирина 6 томов знаю на начитывал то что на пленке насчитывал а что говорил и раним средонский не считал я эти книги даже в семинарии жардан вилле в америке не мог найти то есть нашли книгу но не далее все еще прячет ее о нравственности священства вот интересно заключительные слова именно этого спорного стиха а какой вот самое то главное вот эти слова и говорят нам в этом стихе господи что в огне вспомни о милости то есть он сильно сильно хотел этой милости и этот вопль прямо и по контексту и по ужасу грядущего возмездия но когда придет предрещено и отъемлемо это неописуемо страшное когда а сроках постоянно вопиют пророки когда же доколе же все до единого заботились опознание сроков наказания и у давида это вылилось в оточенную фразу наконец-то бог ответил положил мне на сердце я понял в чем загадка я теперь привожу эти места писание которые господь дал пророку давиду 72 псалом 17 до коли не вошел я во святилище божие и не уразумел конца их считать этот псалом нужно с самого начала и не один раз тут прочитайте 72 он выделяется всех псалмов когда кипела сердце мое и терзалась внутренность моя тогда я был невежда и неразумел как скот я был пред тобою жирным курсивом и красным как скот я был пред тобою вот если неправильно считать видите как нужно это убрать черного сделать черным сделать и убрать курсивку теперь мы вернули первоначальное как скот когда неразумел а уразумел когда в храм божий вошел и христос говорил ученикам своим о подобном же и о милости божией в том что срок этот будет при полном затмении совести и помрачение ума и дни те будут недолги бог их сократит господи соверши дело твое среди лет среди лет яви его ну вопрос еще более сужаем что-то это я тут нажал видать не то не заметил красным уже каких именно лет чтобы посреди этих лет бог совершил свое дело то есть тот ужас пришел через неприятели берущих в плен забирающих наше имущество когда китай халифат вторгнется и положит предел беспечности обольщения нашего я прямо показываю какие могут быть события среди лет яви его теперь отдельно остается таково непонятные слова тут уже понятно речь идет о наказании речь идет о горе среди лет анти и как то да а вот так сейчас еще мы два места открываем я их выделяю откровение 12 и даны были жене два крыла большого орла чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась подложение времени времен и полвремени то есть время это год времен два и полвремени три с половиной откровение 13 5 и даны были ему 100 говорящих гордо и богохульно и дана ему власть действует 42 месяца а в общем дело вот теперь мы уже узнали ну 42 месяца если один год 12 2 36 и прибавь еще 6 полгода 42 теперь ясно когда пророк овак умолял бога то страна еще наслаждалась покоем и грех волной развивался и противление богу было поощряем это я пишу вчера ответ на этот соверши дело твое среди лет среди лет яви его во гневе вспомни о милости я снова повторяю чтобы заострить внимание на чем-то пророк не просит отменить уже изреченный приговор как потоп и казнь заслуженную но умоляю только о том чтобы среди лет явил это дело наказание как излитие гнева божия но только чтобы в этом деле во гневе вспомнила милости и опять он снова говорит и непонятно что такое среди лет среди лет тут несколько указаний святой библии ни одно не противоречит другому 341 рав святой библии это слово указывает на среду обитания и на средину толкование приемлемое то и другое вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змеи просто как голуби я опять беру местописание как дохожу до этого толкования никаких не беру еще только разумение среди и посреди имеет часто одно и то же значение теперь это надо скажу сказал среди берешь посреди это да уберу несколько мест святой библии лука 22 55 когда они развели огонь среди двора и сели вместе сел и петр между ними не у ограды среди двора или посреди двора в разности не вижу я не 26 среди дня на дороге я увидел государь с неба свет превосходящее солнечное сияние осиявший меня и шедших со мною света сиял среди дня то есть это часов часов часа в два может дня было откровение и баг не с которой среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вот и отрет бог всякую слезу сочи их среди лет моей жизни я повторяю слово среди лет как она может выглядеть и что означает каких лет моей жизни а вот как а какие какая моя жизнь а вот теперь снова место писания бил я не толпую просто беру 89 дней лет наших 70 лет а при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезнь ибо проходит быстро и мы летим салом 101 я сказал господи божий не восхите меня в половине дней моих твои лета в роды родов я же постепенно подвел среди половина 35 и среди отпущенного мирного времени допустим 20 лет перестройки и не вразумились соверши дело твое среди лет среди лет яви его среди лет каких среди отпущенных лет для перестройки для жизни за несчастье срок мирного времени сокращается как говорит златоусы седмины даниила были посчитаны с точностью до дня и тогда уже молитва выходе из плена а тут события были грядущими неотменяемыми то есть там уже кончится срок то есть о разном говорится бог может сделать плен помягче чтобы не осквернилась душа с печалью и он об этом говорит а как помягче но сейчас мы это увидим еще несколько мест библии которые подводят к разумению этого местописания языки или 4 и ешь какие шменные лепешки и пики их при глазах их на человеческом кале и сказал мне вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала корови помет и на нем приготовляй хлеб будет он возопил ну как так варище такая и сократятся шаги могущества его и не зложить его собственный замысел его то есть еще и вавилон может рухнуть страх господин прибавляет дней лета же нечестивый сократятся прибавляет для жизни сократятся мы должны войти вот теперь в смысл священного писания и понять что означает среди лет матфея 24 если бы не сократились все дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни это была лишь молитва пророка у аввакуума но была ли она отвечена это за гранью нашего видения и к спасению нашего это может относиться только приблизительно если настаивать что среди животных не среди лет то это описуемо в этом же свете четыре евангелиста принято так считать изображены в виде животных ну это дионисий об этом говорит и мы видим церкви изображена всегда где евангелисты там и увидел я что акне снял первые семи печатей я услышал одно из четырех животных говорящие как бы громовым голосом иди смотри откровение 19 тогда двадцать четыре старцы четыре животных пали и поклонились богу сидящему на престоле говоря аминь аллилуйя может быть и так среди животных то есть среди евангелистов среди того что они сказали и тут можно брать луку и она одна против луки рядом рисует быка волк и она а то тут разница бывает орел или лев вместе с марком человеческое и божественное и в этом в бога человеке явлено все грядущее милость и гнев долготерпение и воздаяние понимаете вот два места которые говорят как это может истолковать с этим я поэтому никогда не интересовался искать не знал у каких святых отцов но таким рассуждением я не даю толкование просто какие места писания меня заставляют задуматься когда он молился среди лет среди лет жизни какой его жизни пророка это уже скрыто не еще писание об этом не говорит вот среди перестройки а сколько перестройки в этом-то вся и суть 25 12 лет 12 лет проходит и он в это время просит чтобы хоть пол срока было еще когда народ мог бы образумиться и видела твое начало юрий соболев бесподобно игнатий техники благодарю вас я не ожидал такого ответа по книге пророка вакуума нужно еще насколько несколько раз пересчитать на сколько раз пересчитать написанные вами чтобы войти библейский смысл я там в своем сообщении хотел лишь указать на высокую оценку и значение синодального перевода который дает отец геннадий применитель к ветхому завету о чем вы всегда неустанно повторяете да так но знал ли я что вы ответите по вакууму а вот если бы знал кстати тем более еще бы и продублировал вам мое сообщение в общем удивительное глубокое разъяснение спаси хрисос молительно обнимаю я говорю об этом вот иногда в ветхом завете были места писания ну там у феодорита кирского я начитал толкование но бывает встречается толкование которые я нигде не читал я начинаю рассуждать и рассуждаем таким рассуждением но святые то такие же были люди илья подобный нам человек я прихожу такому заключению вот что тут заключено нигде не считая просто молюсь и считаю вникай в себя и в учение я вникаю а потом когда находится толкование я гляжу эпифания это есть толкование еще начиная дальше проходит время нашел у кирилла александрийского но очень редкие книги а у григория низко несколько раз не сходилось я увидел что его заносит и теперь теперь уже мне показали люди действительно так и при том не однажды у него была и святая церковь этого не приняла я отвечаю дал разъяснение по одному стиху в книге пророкова вакуума но что на поверхности без пятнадцати толкований то чтобы самое сложное сделать понятным и простецух пророки то говорили не для богословов только а и для самого простого народа и люди их понимали а иначе зачем было преследовать пророков то что и делали придержащие власти а если бы не понимали понимали да скрежет и зубовного лука 16 слышали это фарисеи которые были сребролюбивы и они смеялись над ним вот я теперь показываю это место опять вошли видите как она украшена где деяния 7 слушая сияния рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами лука 4 услышав это все в синагоге исполнились яжести и став выгнали его вон из города и повели на горшину горы на которой город их был построен чтобы свернуть его ну прочитайте лука 4 глава господь говорит лето благоприятное они такие довольные сидят а потом стал говорить посмотрите сколько было прокаженных а почему именно не им она господь исцеляет значит сравнение с сирийским народом он не такой был и нашли или я почему прошел через всю страну и ни у кого не остановился ни одной вдовы не нашел которая приветила бы его а прошел саре пасидонскую то но они-то это поняли больше христос еще не говорит сейчас улыбались сидели тут сразу за скрежетали зубами вот так ко мне относятся папы и архиерии почему потому что я говорю что если сделать сравнение то вы выглядеть это непрезентабельно я бы с вами говорил почему не отвечаете потому что вы в системе вам говорить нельзя у вас могли мозги протравлены и вы не слышите голос божий вот мы друг друга поймем если вы будете вне системы обоих нас арестовали и вы уже никогда не будете священником архиереем и мы там где-то ватной брюках в лесу заготавливаем лес примеру говорю вот там я выскажу все здесь не могу говорю я понимаю что вы ничего принять не можете не могу я отвечу я уже когда говорю я сразу дальше продолжаю а он ответит так дальше мне надо отвечать или не надо я знаю сразу взорвется и поэтому самый лучший щадящий метод ничего ему не отвечать на его выпады особенно если связано с миссионерским отделом это люди поврежденные в разум и совести они все время корежат себя маленький какой-то талантик а начинает кищиться что-то знает а что ты знаешь что ты трепещешь тебя надо подмывать каждый день как бы не выгнали как бы еще не сделали одно слово сказал не так архиерей тебе игры за шивор ты выкинул уже ты маленько то делай различие то свобода в которой человек когда не в системе говорит и ты ты же трепещешь трясешься трусишься корысть да еще если получает все на в этом своем отделе миссионерском явно дело что не на равных будем говорить вот для чего я дал вам здесь сегодня одну статью про этот дар что в газете изобразил один еврей про меня пишет в этом весь лапкин за замечательную способность носить простоту и ясность самые сложные богословские вопросы ну и далее у меня там называют прозванные златоустом проще это ничего я выдержку сделал из статьи простоту способность замечательную способность вносить простоту и ясность самая сложная и он говорит о если бы записаны были слова мои если бы начертаны были они в книге рисом железным соловом на вечное время на камни вырезаны были вот то что я говорю об этом все было упрощено просто простое определение что такое уныние попробуйте найти у святых подвижников чтобы высказать точно нужен не один лист у меня же это вылилось самую простую фразу уныние это плохо сделанная работа от молитвы как раз на лекцию отца геннадия и дал такой материал ничуть его не опровергая но меня всегда интересует конечный результат высчитал что однажды в абортаре ожидала своей очереди женщина не из русских но потом встала и ушла ответила когда пришел корреспондент а у нее мальчишка бегает это откуда у вас готов тогда я сидела ушла горит домой она ответила много страданий уходишь с пустыми руками я этого не хочу она сидела и подумала и в советское время там это в дагестане или где было вот тот мальчик который утомил меня ожидая очереди на свою смерть с любой лекции занятий человек должен уходить умея тут же донести до первого встречного переполненные радостью познания святого и спасительного а не так что слушая второе предложение первое уже стерто из памяти и уходят молча как по еврейски как буквы написанных что вперед начать это не каждому дается не умея даже поделиться крохами того что у лектора написано заранее листах бумаги только однажды в одном университете я решил провести занятие по библии лопухина едва едва окончил первый урок а у меня по пару часов было и навсегда отложил в сторону а потом отдал кому-то эти книги трехтомник 12 там как бы книг трех томах зайдите на наш форум и во второй строке наша переписка с вами это юрий говорю сегодня выставил с декабря не касался и снова все вынес на свет когда-то заговорят эти строки в полный голос это на нашем форуме сегодня же столько лукавых умеющих подыскиваться они тут начнут сейчас рыться искать потому что переписка вся екатерина тимачева здравствуйте многоуважаемый игнатий тихонович многоуважаемый даже с большой глухой водка вот первый раз она мне пишет первые слова не знаю но не другие мои они могут броситься на нее так что екатерина подбери подолг слушай они сейчас будут тебя хватать вполне даже допускаю ну почему потому что безбожники и и надо от меня оторвать она уже прилепилась я ее зазомбировал не знаю того выходит так по их мнению давно собираюсь высказать вам мое почтение уважение и благодарность за ваши труды особенно после того как в ролике номер 160 события дня вы упомянули мое имя и мой краткий ответ на слова некого хулителя это был самый лучший подарок мне на сороковой день рождения я даже не знаю сейчас о чем слушаю и смотрю вас уже четвертый месяц и все православные телеканал типа спас и союз остались в прошлом так там сколько средств на это идет сколько эфирного времени собираются я не знаю не спас ни разу не смотрел но она смотрела его только на один ролик на мой наткнулась и все все позади и десятой доли того что даете вы там нет мне это пишет столько людей мы тоже решили уходить сам сыном полностью в интернете заходить и случайно на вас наткнулись теперь мы не вылазим утром горит только только помолились и скорее смотреть вот и все у меня своя аудитория то маленькая но просмотров 2 миллиона 600 тысяч просмотров то есть столько раз они странички переворачивали интересно то как я с вами встретилась всегда считала себя человеком верующим православным при этом давно интересуюсь политикой экономикой по образованию экономист очевидно что во многом положение здесь нашей стране удручающее давно мучаюсь над вопросом ну в чем же беда нашего народа ну почему мы такие так живем никто из вопрошаемых мною четкого ответа не давал ваши же ответы меня полностью удовлетворили и душа моя успокоилась а я и знать про нее не знал а почему не удовлетворили потому что там выступают люди системы они бесталантные бесталантные да потому что талант был они его загубили страхом тряслися боялись попов боялись архиереев но и все выше и дальше что отлучат от причастия вот чего бояться этого не надо бояться он отлучит незаконно незаконное отлучение падает на того кто отлучал торзаконе 19 19 так и помогла мне уважаемая радиостанция эхо москвы тоже ни разу я не слышал в одной передаче выступал мной уважаемый ученый академик ржов юрий алексеевич и на вопрос о вере он как-то отсылался на отца глеба и кунина я тут же в интернет навести справку то и вот вижу ролик с собранием каких-то странных людей и какой-то благообразный старец рассказывает о встрече с глебом и куниным все было как-то необычно речь внешность но смысл слов не давал выключить ролик а то я как раз говорил на нашем собрании когда глеб и кунин умер я говорю что у меня еще такие сокровища об отце глебе и кунинат кто знает 16 часов мое интервью нигде не опубликованное но о нем в кгб узнали просили я не дал но разрешил приехать полковник приехал тогда был подполковник никулин юрий михайлович и у меня на работе всю ночь сидел слушал да большой мудрец сказал в конце вот и вот я с вами уже четвертый месяц вот как зомбируется и в каждом ролике вы найдете что-то ну вот вот только что сегодня вышел наши наказы тут я в красной рубахе на нашем ютубе посмотрите дослушайте до конца вы столько найдете для себя все буквально отвечая там не меньше десятка вопросов а мне их никто не задает но в конце я должен коснуться то что хотел сказать отдельно благодарю бога за то что у меня на родине в туле я не знал где она есть отец сам суворов а он не раз приезжал так смотрела ваши совместные ролики сколько же смысла с большой буквы так она все еще не смотрела может быть как я у него там был как там беседами с народом на улице возле храма так что сестра посмотрите там найдете пообщалась в тулу высказать признательность и благодарность батюшка мне очень понравился храм небольшой но народу много почти битком чтение все понятно на русском языке и даже то что считается в алтаре видно это настоящий приход почти всю службу я просто проплакала дай бог батюшки всего доброго спасибо с христос и гнати тихонович если можно помените меня многогрешную катерину в молитве вот понимает понятно что вот она говорит тем довольно то а я еще высказал отцу и а ну недовольство какие есть он все время звонит а это как вопросы задает по телефону задает и задает сильно он даже заботился обо мне что я собирался поехать к игилов сам в сирию но я ему объяснил да да я отвечаю завтра я озвучу ваше письмо екатерина и мой ответ хотя вопросов то и нет от вас можете войти в skype поговорить 4 до 17 по москве skype вставляете и гнать и 10 это и ко всем относится сначала по skype уже написать свободен ли буду екатерина тимошева благодарю за столь быстрый ответ это мне с америки пишут только и говорит ответила еще не отошла от компьютера от вас ответ ну а как по иначе то человек меня искал и может быть одна минута решает уйдет и не сразу придет по поводу вопросов какой бы вопрос еще тут почему красным видимо тут надо разделить вот так вот какой бы вопрос не появился в мыслях ответ всегда у вас можно найти либо в роликах либо на сайте именно на не на не на форуме на сайте 4124 вот не посчитайте там за грубость за похвальбу или что-то я просто говорю если ответ дает кто-то такой как я за счет есть но я считаю по сегодняшний день в мировой сети нет таких ответов нету во первых я свободой обладаю полной абсолютной меня никто не пугает ни сенот не зарубежные не патриархии хотя мной занимались и занимались и ничего нигде не нашли наш архиерей 13 лет был курочкин я и втихи и он говорит и гнать и вам никогда не обвинить в неправославен супер православный вот еще какая у меня кличка супер и вот поэтому этот вопрос и не задаю да все подробности вами изложено я отвечаю полностью по святой библии что 77 книг в ответ вошли творение святых отцов это 300 томов палеантов вошли жития святых 1173 жития в биографии и 719 правил книга правил вот в каждый вопрос в плести это и плюс литературу искусство поэзию все эти третяковские галереи дрезденские мировое искусство то есть такой ответ не дать почему еще раз повторяю не потому что я грамотный умный у меня нет духовного образования а только потому что я свободен а у вас вот так вот я пальцы покажу вот этот боюсь матушка тогда меня пилит боюсь архиерей подавит меня и вот так вот все боится а дух божий не может тут тебе идти нужно вот так вот согнуть все и чтобы дух божий носился над водою вот тогда у вас будет проявление таланта но вы на меня злобитесь почему по страшной зависти больше кто бы это не был какие бы не были из америки там это из баптистов пришедший называть даже не хочу они умирают от страха не священник там миссионерской какой-то отдел глупости все это нет связи с богом у вас с богом связь это молитва еще раз повторяю вот семикратно в день прославляю тебя и ночная молитва вот видно или не видно будет щетки на днях отвечал об этом была у меня мысль одна это она говорит екатерина в первое время знакомься с вашими тронами но как озвучить постараюсь это и не вопрос а просто мнение вот она дальше говорит многие многие старцы святые последних времен все же предсказывали появление в россии правителя или правительства высокой духовной жизни кажется конечно даже смешно глядя на сегодняшних но думается мне простите видите как ваши знания и опыт могли бы стать фундаментом для этого еще раз простите по поводу молитвы у меня вы знаете есть две проблемы бы сказала она знает нерешенных вопроса проблема не употребляйте выкиньте это слово нерешенный вопрос не динаминации конфессии не повторяйте это лживые слова сатаны ересь где конфессия говорят и понимаешь он горит ересь все динаминации это все ереси если ваше предложение будет в силе да в силе я подготовлюсь получше а затем вам сообщу и ваша и моя молитва уверенно все разрешит она только сказала я скорее на молитву три святое 100 поклонов я тоже помолился я есть отвечая уже помолился о вас еще помолимся собирайте вопросы и все бог разрешит к лучшему она отвечает благодарю я теперь попутно отвечаю вот первый раз вижу женщина незнакомая но если бы она была там по-другому то вопрос ответ другой был бы явно видно что желает я отвечаю вчера отстаза отложил все дела и скорее даже идти мне надо там тыку свою поливать как ионе пророку я оставил думаю ладно потом что понимали старцы под духовным обликом правителя если то чтобы он был настоящим христианином настоящий то это невозможно его убьют уже к обеду да и что он может дать к тому что имеет настоящий христианин рожденный свыше и вводимой духом святым снизу может быть движение но не сверху это просто никак не возможно ни по одному варианту без войны и террора только антихриста и дождутся от осипов алексей ильич очень хорошо говорит по этому вопросу очень русские первые примут антихриста вот они нарисовали образ какой царь будет он такой придет духоносные духоносные отцы и вот эти духоносные ему помогут синодальные отделы какие есть там центрские отделы миссионерские это первые помощники антихриста будут они все подрихтуют под него это уже сегодня их можно такими назвать через пять минут у нас тут будет по скайпу занятие по изучению святой библии заходите она говорит нету возможности и я и привел вот снизу как это может быть кавычки открыты подобно тому как древнего израилю посылает господь судей и пророков господь посылает а нельзя судей вырастить и пророков в миссионерских отделах то нет там уже лицемера вырастить льстеца хитреца злобного какого угодно поганца можно вырастить но пророка не вырастить им так и в церкви своей в момент еще извычайная он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности не через миссионерские отделы как бы пророков сильный духом и верою не имея официального назначения эти люди самим делом выдвигается из общей массы и становятся предводителями других вот выдвигается из массы но это предводительство не имеет официального характера не является установленной в церкви должностью вон как не системе и не всегда держится служебных рамок как и всякое пророчество она есть личный подвиг таких людей дело его личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге и церкви божией митрополит сергий строгородский вот вы жил тут был с группой приезжал детей с прихожанами своими отец игумен кирилл сахаров с берсеневки около храма христа спасителя храм он вот это все здесь увидел увидел что игнатий не вписывается ни в какие классификации рамки а это больше он увидел не во мне речь-то идет это нельзя взять на себя и ну бог дал значит все я же рискую абсолютно всем они кидаются как лютые звери лютые волки и дальше в народе живущем далеко на севере появится маленький человек который станет учить людей любви и сочувствию но вокруг него будет много лицемеров потому ему будет очень трудно никто из всех лицемеров и знать не захочет что такое истинная благодать но от того человека останутся мудрые книги и все сказанные им слова и позднее люди увидят что обманывали себя метар тарабич екатерина тимачева благодарю за ответ осмысливаю со скайпом пока сложности смотрю в записи с уважением спаси вас христос видите новый человек он только что пришел только что и судя потому как вот она есть если ее не зальют мерзостью эти из миссионерских отделов лютые говорится волки ну ведут себя как дикие говорится шакалы кидаются на каждого кто со мной переписывается то ум они неприложимы то вам грех вы нападаете на архиерея тут на нашего архиерея навалились а ну а что они ему сделают ну написали раз два три жалобу написали псинод что с игнатьем знается он опять приехал и опять служба была и видно как прекрасно все было к это бог нас наградил за мое доверие к ним так он московский патриархат немного таких архиереев это определенно мне уже говорят его бог дал нам нам это наш архиерей наш и они его хотят свалить буквально и он мне говорит такое впечатление что они вас убить хотят это же согласен с ним посмотри как он за обедом как мы встречаемся прощаемся и он мне ничем не обязан я ему ничем не обязан это дух божий сродняет а поссоритесь завтра ну вы этого желаете но пока не удается да не допустит этого господь юристов благодарю за назидание на тихоныч совсем сказанным согласен на первом месте должна быть практика а она невозможна без ясности простоты объясненного да аминь да уж милостью божией вашим небезразличием ответом на мои вопросы и размышления объемом на два тома вот переписку нашу я выставил в интернет а он уже занялся посчитал открытым оком открытым оком пишется кавычки книги три точки и потом с маленькой буквы накопилось посчитал на досуге ну и ну кто может показать духовную переписку на полторы тысячи страниц бог благодатью своей в единомыслии любви христовой сия созидает все во славу божьи да хранит вас господь это два тома нашей переписки ну сколько мы с ним знаем все это вчера я выставил наш форум сейчас я это покажу где вот так вот сергей ушков прочитать вот посмотрите прочитать а там плохое будет а мне это не касается я открываю прям сходу сейчас чего он скажет мир вам христос воскресе уважаемый игнатий не могли бы вы все свои сайты что вы скинули мне скинуть моему другу вишнякову бернику юрий николаевич он у меня в одноклассниках лучших друзья скайп он пока не подключил но человек он неплохой монархического самодержавного духа может зайти к нему в гости на страницу или друзья если что заинтересует может его и как можно с вами поговорить еще более подробнее по какому-нибудь другому скайпу не записывай в интернет есть предложение о сотрудничестве к обмену опытом в духовном соборном отношении ну одна фраза мне не подходит у меня все записывается в интернет а человек я не согласен я мгновенно нажимаю на кнопку выключаю и на этом все при прекращая разговор но он потом одумался нет вот год на размышления мне это не подходит чего боишься за собой что-то знаешь ты стыдишься меня что я тебя поганю биографию тебе подпорчится то что со мной знаешь ну а какое тогда общение не под не подходит и в одноклассниках я не бываю считаю совершенно несовершенная система лучший из тех которые я знаю это мой мир вот в нем мы сейчас здесь и переписываемся так что сергей передай ему то что я дал можете ему скинуть выходить по скайпу открыто я сразу спрашиваю не против чтобы записывается выставляется в интернет вот так что мне это не подходит абсолютно не подходит так и передайте ему ну и вот сегодня я тут уже сколько выставил дальше вот сегодня утром рано ролик 1 2 3 4 5 6 7 8 роликов уже выставил на моем мире и вечером два стихотворения будет 10 но вот здесь все у нас есть вот это ответы библии ответа будет около двух тысяч роликов и вот они уже записаны раньше и я снимаю говорил в замке но не открывается и далеко на первую страницу не вылазит поэтому ищите запишите мне 44 а потом ткните у вас выйдет папа поисковику название какое даже номер только зарядите вот она идет ну-ка сейчас я вот заряжу и посмотрю что за это время еще закачалась сегодня они а ну вот дальше события вот оно пришло которое сейчас вчера было отчет мы уезжаем наказы занятия в потеряевке который 63 интервью шадрина сегодня муза святая тут буддизм это от сатаны видите сколько уже сегодня но не закачка идет но и наш форум вот он леонид ткач город канатоп он говорит брата игнатия искренне благодарю вас за ответ я смотрю ваши ролики я сам когда-то был пятидесятником потому что не знал о православии видите как мне уже сколько сектантов написали они пришли в православие куда патриархию все до одного и главное которые хотят быть священниками на них мгновенно набрасывается меня не знает и что со мной не знался если со мной будет переписываться никогда в священниках не бывает то есть это даже ненавистью нельзя назвать сатанизм буквальный потому что ненависть вот это злопомнение уподобляет демонам говорит ян златоус а это кто делает папы даже до архиереев не доходит ну что сказать вам леонид тут все сказано я от вас ничего не скрывал заходите на наш сайт сайт и там на все это найдете все ответы вот теперь захожу на наш православный наш видео канал вот он где я не знаю сколько роликов например четыре тысячи шестьсот меня возвращаясь сейчас на этот на наш форум тут много выставили роликов и вот здесь вот он как выглядит православный форум игнатия лапкина не знал как назвать но когда посмотрел форум андрея кураева и везде называют так ну и понятно так ну я тоже не то что там тщеславие говорит тщеславие ничего этого я не знаю мне некогда меня долгит со всех сторон но вот видите бывает и послабление вот дальше вот этот где наш сайт показать чтобы люди знали вот он сайт вот они ответы справа 4124 только ткните какая тематика 55 тем это папок а дальше вопросы идут в каком томе это из книг моих взято здесь абсолютно все все то что есть на нашем сайте нет нигде мировой сети нигде ну где вы найдете 50 книг начитанные одним голосом 12 томов златоуса 12 томов житей святых 5 томов добротолюбия 4 книги григория диченко личная беседа с александром менее ну покажите я хвалился да есть чем хвалиться то я хвалюсь моим господом что господь дает на такие добрых людей с отсюда отовсюду и поддерживает благословен господь и благословенно царство его вот видите какой форм еще раз покажу наш мой мир вот это я люблю тут у меня несколько страниц везде тут я в шапке а где с голубем там не трогать это запасной богу нашему слава во веки веков просят чтобы хоть раз показать но я покажусь но я не вмещусь даже в эту такая говорят вепку в эту не то что я жирный такое то что далеко разные расстояния один а